Я люблю смотреть ваши вебинары и другие фильмы. Эти знания рядом с тем, что раньше прочитала в журналах по садоводству. Про гвоздики и туалетах я уже сказал. Вы научили понимать мир деревьев. Да, я научил понимать лично вас. Так, прекрасно развиваются косточки, семечки, все это мы сократим. Мне понравилось, знаете, что? Мое явление. Вдруг новый сорт родится. Купила плоский персик. Вот я предлагаю. Попробую на ваши абрикосы привить. Вот. Ну и так далее. Ну а дальше пошли фотографии. Кстати, вот я люблю, так вы смотрите, это, допустим, косточка, да. Вот первый год он так рос. Теперь второй год. Обычно второй год лучше первый. И вот получается, у вас бы это, выпустился темирать, заставили бы все это отрезать, чертой матери. Или понадел его ран смертельных. Вот. А я говорю так. Уже сейчас, а не же мы еще будем это проходить. Можем вот тут отрезать, тут отрезать, тут отрезать. Даже еще и тут. Получится более компактная крона. И главное, у вас теперь свой материал. Вы можете прививать уже свой материал. Уже с этого, второго года. У дикаря уже не будет. Идем дальше. А вот здесь мне понравилось. Яблоня, сеянец. Проросли в 2021 году, год полежал. Это уже информация, правильно? Год пролежали, все-таки взошли. Вот. С большого уже бралась веточка. А так вот наша школа. Ну, это я не знаю, как комментировать. Ну, как-нибудь. Если еще пленка не снята, будьте добры с ней снять пора. Так. А вот это мой прикольный снимок. Почему? Хожу по саду. Все. Квардио прав, я окончательно все испортил. Попробуйте угадать, какие это сорта. Четырех разных деревьев. Если бы я сам не знал, откуда я беру, я бы никогда не угадал. Слева Королевский, нижний Академик, справа Воина, вверху Бай. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И, вы знаете, индивидуальные особенности исчезли. Я ничего не могу поделать. Ничего не могу поделать. А теперь давайте читать уникального человека. Сергей Таргунаков. Фух, здравия. Как дипломированный специалист, селекционер, гимнетик. Хочу отчасти вас поддержать. Кстати, отчасти слово меня сразу немножко смутило. Полностью, да, не получится. Но где-то есть причины. Она так, с одной стороны, так, с другой стороны, так. Это, знаете, когда-то в каком-то фильме, там было, говорит, с какой стороны корову даете. Он говорит, а сам не гнает. То ответил. Если, значит, с одной стороны, то это самое. Со стороны, если зайти с головы, с одной стороны, если зайти с хвоста, то с другой стороны. А на него смотрят, как-то ничего понять не могут. Вроде серьезно сказал. А непонятно. Так вот, вся генетика, ребята, непонятно. С какой стороны даете селекционную корову, мы с вами никогда до конца не разберемся. Но я уважаю настоящих специалистов. Вот перед вами Сергей Тарбанаков. Итак, это коротко, это вы не успеете, соскучится. Признаки сорта любого вида растений сохраняются при размножении сорта семенами, при условии генетической однородности сорта растений. То есть, это не гибрид F1, полученный в результате гибридизации сортов сильных сель-призов. Вы понимаете, что мы добиваемся, чтобы они были как можно разнее. Один может быть скромнее, но морозостойче, в более северных местах. Другой может быть роскошнее, но не такой морозостойкий. А нам надо соединить так, чтобы и морозостойкость потомка, и еще и вкус. То есть, все это было. Вот и получается. Получается F1, а не одно же, я как бы расшифровую, а не один же саженец, который даст плоды, а 5, 10, 20, 20, 100. И только какой-то из них или несколько могут понравиться. И претендовать на название сорта, который ни папу, ни маму, а соседа. Ну, я шучу. Про соседа я пошутил. И вот что получается. И так F1 не годится. А значит, имеющими разные геномные наборы, а скорее всего, это стабильная сорта в третьем, назовем это третьим-пятым, ну, не поколение, это неправильное слово. Ну, ладно. А F3, F5, кому надо поймать. Которые не дают сильного расщепления по признакам. Ну, правильно, уже какие-то признаки выявили. Снова добрали семечек. Снова, уже с этого. Вот. Уже разброс будет меньше. Согласны? И тогда какие-то качества уже можно более стабильно выделить. И они дают уже более потомство, которое близко к задуманному. Вот не знаю, как объяснять, мне понятно, как я тебя объясняю. Поэтому я не вижу причины продолжения вашего спора со специалистами из Тимирязевки. Так вот, гражданка Медведева, пожалуйста, я никогда не говорил, что я выращивал эти самые, какие-то получал новые сорта. Наоборот, я специально за тем, что это четыре разных дерева. Как получилось усреднение? Как получилось это? Это, вы понимаете, что случилось-то? Я никогда не говорил, что я вывел новый шорт. Курьёв сказал про меня, что я их себе испортил. Короче, это не спорт Симирязев. Просто Симирязевски сказали, что я дурак. Как там было? Семьдесят лет у мать его поденажу. Хе-хе-хе. Здорово. Стабильные потомки гибридов F1 и F3 можно смело развязать семенами. И вот тут, вот тут, я взял коучество ваше, не знаю, Сергей. Вот тут самый момент истины. Не истины, а вот это вот камень, наоборот, представители. Итак, F3, F5 уже более однородный. Разброс меньше. Уже можно ждать, что если я, допустим, пошел в эту пути, я бы взял бы семечко и кому-то я пообещал вот такое вот. И такое получилось. Черт, даже два. Вот. Шансов, что получилось бы больше на 5. Надо же опять моносад. Почему? Помните, я сто раз говорил, сад есть моносад, а сад есть этот самый, как я называю, смешанный. Это мое название личное, фирменное. При условии их самоопыления или опыления сортами близкородственных растений. А что при этом получается, вспоминаем мои слова. Вы правильно все написали, абсолютно правильно. Но путь этот, правильно написали, что теперь это же бесполезно. Они, скорее всего, даже этого, то, что вы сейчас написали, даже этого не знают. Им просто сам смысл, что жизнь прожили. Когда я говорю про этих дам, да, я все время, помните, они меньше трех раз уже, я все время вспоминаю этот анекдот про старушку. Извините, они не старушки, но анекдот про старушку. Посмотрела бабушка порнофильм и воскликнула. Жизнь прожита зря. Понимаете? Вот это вот как раз и делается. Но при этом теряется самое важное. Теряется жизнестойкость. Это мой тоже термин. Близкородство растений – это инцест. Вот. И вы все правильно написали. Испорить сильно бесполезно. Вот. Потому что они даже не знают, о чем мы сейчас говорим. Ну, цитировать могут, да. Помните, что должны были эти самые... Из этих костей должны получаться дикари. Не знаю, я вырастил 30 тысяч этих саженцев за свою жизнь. Я несколько тысяч довел лично до плодошения. Где эти дикари? Где вы их это? Вот. Я нашел даже похожую эту. Откуда вы слябзили? Ну, глупость же. Вот. Манк Сергеевич, спасибо, что меня поддержал. Селекционер, генетик. Как нас мало. Полтора человека. Я имею ввиду этих... Ну, не полтора, а два с половиной. Я имею ввиду ученых, которые меня поддерживают. Вот так вот. Отчасти вас поддержать. Правильно отчасти? Получаем генетически близкородственное. Значит, с Россией делать нечего. И помните, я вам говорю, надо запретить... Вот то, что вы сейчас описали, вы справы сто раз. Вы правы на тысячу процентов. Но именно это я в предыдущих вебинарах говорил. Надо прекратить вообще эту работу. Вообще. Она не нужна. Сейчас в наших садах... Это сколько примеров у меня в жизни было. Я как вспоминаю это. Вот. Вот Олег Константинович, выславил Черенокоро-Черешни. В Нижнем Новгороде, а там на почве было минус 53. Растёт. Это цитирую. Таких примеров много. Один. Растёт Черешня. Ей 40 лет. Хозяина была или сейчас фамилия Сорокин. Мы её называем Сорокинская. Сейчас прошу прощения. Сорокинская. 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 значит так 40 лет еще а потом познакомились с одним из таких будущих авторитетов если его заменит если наука заменится и тогда заметят его вот это ли все виноградова сколько он там в своем этом все скажу сорнятишь наружу уже память то в общем он нашел несколько уникальных а наука их не ищете даже в голову не приходит мне такое впечатление я сейчас докончу томасе я надеюсь ком это не относится что если бы вот сейчас собрать все что есть в россии вот так вот как нашел винограду немножко у меня получился да вот в россии все есть все а вот это опять длинный путь f3 f5 это сколько лет надо довести на полотношение потом снова довести 3 5 8 умножаем на 5 это всю жизнь надо посвятить этому мы еще что-то помимо точно знаете как несколько знаменитых панели так бы калом мичурин этот самый козьмин что они делали вы думаете вот так вот строго по этому самому из f2 получите в т.м. потом без всяких этих безусловий и наверняка получится даже количество можно взять я тоже брал количество только привитых это особый путь вот этот пример я вам привел прогрессовый я каждый раз хочу рассказать какая-то ненужная дико работает совершенно бесполезная горы бумаг и себя с этим не сталкивался я себя не гружил если вы мне где-то там в это самое посещая вдруг потянула на откровенность директора бывшего весову чтобы не все это узнать и думать господи кто-то в должен за революцию совершить вот смотрите кто еще не видел где же нам в виде одни тех набор один тоже извините не могу не высказаться сейчас сейчас вот это мой канал до садоводства по железу вот это вот вот ректору тимиразовской академии видите дойдет до него 107 просмотров заводя ну будет 200 все на этом чтобы знал лишь и кого они выпускают сергей извините я не не нужны на вак 3 5 потому что нам нужно просто в помощью иметь случай по двое в помощью прививок и нескольких поколений сделать их совершенно назовем это также близко родственными становятся но без ухудшения качеств вот наш путь в это будущем путь тимиразовики только этот самый как его назвать это ректор димиразовики об этом не знает вы я уже выгорелся это очень важный момент и пусть это многими так до фонаря вы даже среди вас или вообще надо иметь 29 все вот будете иметь если будете дальше меня слушать когда-то это был ярко-красный бордового цвета без единого пятнышка амор да еще с таким носом характерно вот что с ним осталось единство что еще кошка отделяется вкус остался кисло-сладкий точнее сладко-кислый самая крупная маньчжурси воду на потомство все облагорается облагорается чисто сладкий